Подмосковные полицейские задержали лжеврачей, похитивших более 3 миллионов рублей у пенсионера. Установлено, что две жительницы Смоленской области, подозреваемые в краже в особо крупном размере, под видом медицинских работников проникли в квартиру к 88-летнему мужчине. В ходе разговора воровки отвлекли внимание пенсионера и похитили свыше 3 миллионов рублей. При изучении записи камер видеонаблюдения подозреваемые в совершении преступления были установлены и задержаны по месту их жительства в Рославском районе Смоленской области. Задержанные пояснили, что денежные средства потратили на личные нужды. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подмосковные полицейские пресекли факт сбыта около полутора килограмм героина. В ходе досмотра автомобиля под водительским сидением обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом. В результате исследования установлено, что содержимое свертка является наркотическим средством героином, общим весом около полутора килограммов. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Электрогорске полицейские задержали подозреваемых в краже мобильного телефона. В дежурную часть Электрогорского отдела полиции обратился местный житель с заявлением о том, что из квартиры на улице Советская неизвестные похитили его мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила более 16 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны ранее судимая 44-летняя местная жительница и 41-летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи. В отношении подозреваемых Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ кража. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С 18 по 24 января на территории обслуживания ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Павла Посадской произошло 27 дорожно-транспортных происшествий. Из них одно ДТП с материальным ущербом в Электрогорске. За вышеуказанный период пресечено 343 нарушений правила дорожного движения. Один водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения и один водитель нарушил требования к перевозке детей.